Здравствуйте, мои дорогие, мои друзья, все, кто смотрит это видео. Сегодня мы с вами сочем вот такую рубашку. Это крестильная рубашка для мальчика 10-11 лет. В принципе, она сшита в русском стиле. Единственное, что здесь у нас на рукавах и у горловины пришита тесьма с православным орнаментом. Сейчас я вам расскажу и покажу, как ее можно сшить. Рядом со мной стоит вот моя любимая ручная машинка. Эта машинка еще моей мамы. Она для меня очень дорога, и я ее часто применяю в шитье. Сегодня мы на ней тоже будем шить. Я вам все покажу. А сначала разберемся с выкройкой. Вот общий вид выкройки. Длина изделия выкройки 87, но в данном случае я буду делать на 10 сантиметров длиннее. Посмотрим, что у нас с горловиной. Горловина спинки. Вот показываю вам все размеры. Ну и здесь же на чертеже указана горловина переда. Плечо. Длина плеча 24 сантиметра. И скос у нас будет 5 сантиметров. Ширина, так сказать, пройма 21 сантиметр. Ширина груди 31 сантиметр. Ширина по талии 22 сантиметра. И вот у нас рукав. Длина рукава 42 сантиметра. Ширина вверху 19. И видите, у нас форма рукава. Так немножко закругляется к низу на высоту 6 сантиметров. И ширина рукава внизу 17 сантиметров. Но в данном случае я буду делать не сужение к низу на 2 сантиметра, а расширение на 2 сантиметра. Для шитья у нас имеется белая бязь. Ее тут достаточное количество. И вот такая вот тесьма. Тесьма 2 метра. Я сложила бязь в четверо. Сейчас положу выкройку на сгиб. Ее обведем, вырежем. А горловину потом переда мы сделаем так, как нужно по выкройке. Прикалываю к ткани бумажную выкройку булавками. Мы должны вырезать выкройку по краю и делать при пуске на швы 1,5 сантиметра. Сейчас вот здесь мы вырежем выкройку. Не забываем добавить к длине 10 сантиметров. Точно так же поступаем с рукавой. Прикалываем булавочками выкройку. У нас выкройка только половины рукава. Поэтому мы так же ткань свернули в четверо. Прикололи и вырезаем. Не забываем про расширение рукава к низу. Выкройки у нас готовы. Теперь нужно вырезать горловину переда. Так как мы делали все, строили по горловине спинки, значит на одной из выкройек полочки мы углубляем горловину. Сложили выкройку полочки вдвое и углубляем горловину на 7 сантиметров, как было показано на выкройке. Вырезаем. Ну вот, кроме обтачек горловины, выкройка у нас готова. Теперь я вам хочу сказать, нельзя забывать о том, что мы краем подолевой и рукава, и полочку, и спинку. Делаем обязательно припуски на швы. Ну и теперь наша задача соблюдать, конечно, лицо и изнанку. Мы должны сшить полочки, полочку и спинку по плечевым швам на расстоянии полтора сантиметра от края. Прикладываем лицевыми сторонами друг к другу. И сошьем плечевые швы. Для этого мы их скалываем. И сшиваем. Края швы буду обмотывать на другой машинке, на электрической. Эта машинка, к сожалению, швы не обмотывает. Следующая задача пришить рукава к пройму. Проверяем середину рукава. Соединяем середину рукава с плечевым швом. Прикалываем булавочкой. Ну и точно так же прикалываем сюда к пройме. Здесь будет, конечно, не так уж легко шить, потому что у нас окат рукава изгибается. Но мы должны постараться и пришить все аккуратно. Итак, пришиваем два рукава к пройму. Рукава мы пришили к полочке, к спинке. Теперь нужно сшить боковые части, боковые швы. Вместе с рукавами. Скалываем вместе соединение рукавов к пройме. Прикалываем, чтобы у нас тут никаких смещений не было. Ну и прикалываем дальше по рукаву и по бокам изделия. Также сшиваем и обрабатываем срезы. После того, как я сшила боковые швы, вместе со швами рукавов и обработала срезы, нужно было подшить низ рубашки и низ рукавов. Низ рубашки подшила подгибку два раза по три сантиметра, а низ рукавов два раза по два сантиметра. Вывернула рубашку на лицо, на лицевую сторону. И вот у нас получился такой вид у неё. Сейчас мы к рукавам пришьём тесьмо. Нам осталось обработать горловину. Складываем полочку пополам и намечаем центр горловины булавочкой. Дальше берём кусочек ткани, также загладили его вдвое, то есть наметили центр и подложили сюда, под низ нашей горловинки. Цветным мелком намечаем линию горловины. Вырезаем. Выворачиваем нашу рубашку на лицевую сторону. Совмещаем центр полочки и центр нашей обтачки. Лицевая сторона к лицевой стороне. Прикалываем булавочкой также по центру. И пару булавок по горловине для того, чтобы два слоя тканей не смещались друг относительно друга. Проводим линию по центру. Ну, так как у нас здесь гипс оглажен, нам и так её прекрасно видно. Всё, провели. И теперь нам необходимо прострочить на машинке с одной стороны от этой линии и с другой стороны на расстоянии буквально 3-4 миллиметра. Строчить начинаем сверху. Очень-очень близко к центру. Но у меня здесь, как видите, на этой старой машине такая лапка, у которой правая часть намного лучше, чем левая. И поэтому, ориентируясь по ширине этой стороны лапки, я и строчу. Не доходя 3 сантиметра до низа обтачки, строчим к центру. Как бы птичкой. Поворачиваем. Поворачиваем. И точно то же самое делаем с другой стороны. Также выходим на ширину 3 миллиметра от центра и строчим до самого верха. Здесь нам булавочка немножко мешает. Вынимаем её. прострочили. Теперь нам нужно разрезать по центру между двумя швами очень аккуратно, не задевая ни правый, ни левый шов. Режем максимально до низа строчки, не доходя буквально на 2-3 миллиметра. Не спеша, спокойненько разрезали. И теперь будем выворачивать нашу обтачку на изнаночную сторону. Булавочки не теряем. И смотрим, что у нас получилось. Смотрите, получился вот такой вот аккуратненький разрезик. по центру горловины, который нам нужно сейчас отгладить. Вот так лучше видно. На лицевой стороне вот такой получился у нас вид. Я близко к краю разреза также прострочила на машинке. Вывернула рубашку опять на изнаночную сторону. Вывернула рубашку и теперь нам нужно, и теперь нам нужно, ну, можно, конечно, эту обтачку обработать на верлоке, но я сделаю по-другому. Я ее подогну по всем трем сторонам на один подворот, ну, где-то на полсантиметра, может быть, 6 миллиметров, и также прострочу на машинке. И смотрите, мои дорогие, что у нас получилось с изнанки. Видите, как все ровненько, красиво и аккуратно обработано. И для того, чтобы нам обработать сам вырез горловины, мне нужно заготовить косую бейку. Я беру эту же ткань, сворачиваю под углом 45 сантиметров, это обязательное условие, для того, чтобы здесь потом все легло по горловине ровненько, без всяких морщин и складок. И вырезаю бейку шириной приблизительно 3 сантиметра. Друзья, наша косая бейка готова, вот так она выглядит. И теперь нам необходимо приложить эту бейку лицевой стороной к лицевой стороне горловины, вот закрепляем здесь булавочкой и должны по всему, по всей окружности горловины прострочить на расстоянии 4 миллиметра от края. Вот здесь. Прострочили. Теперь по всей длине горловины нужно сделать маленькие надсечки, ну, где-то на расстоянии 2-3 сантиметра, не доходя, конечно же, до нашего шва, чтобы шов не распустился. Теперь подворачиваем нашу бейку наизнанку 2 раза. На лицевой стороне нашу бейку не видно, а вот с изнаночной стороны вот мы ее прострочим сейчас. Закрепляем булавочками и будем строчить. Ну, вот мы подстрочили близко к краю с изнаночной стороны нашу подвернутую косую бейку и впереди мы оставили вот такие вот концы для того, чтобы завязывать горловину. Эти концы точно так же мы сворачиваем таким образом. Вот так сначала один к другому к серединке края подворачиваем и еще раз вдвое и близко к краю точно так же нужно прострочить. Вот с одной стороны я это уже сделала. Вот так получилось с лицевой стороны вот так с изнаночной как видите все аккуратно красиво и вот у нас такая тесеночка получилась. Ну, в конце я думаю можно завязать узелок чтобы она не распускалась. вот таким образом прострочу вторую сторону и будем работать дальше. Ну вот мы все это обстрочили вот смотрите немножко как отгладила горловинку смотрите как все у нас красивенько и аккуратненько получилось. Теперь нам нужно украсить эту горловину нашей тесьмой с православным орнаментом вот такой который мы уже нашили на рукава ну и мы впереди в районе нашего разреза прикалываем и будем пристраивать ну вот и готова наша горловинка все красиво замечательно вот завязочки на своем месте все как нужно сейчас покажу вам общий план ну вот мои дорогие наша рубашка готова как я ее шила я вам показала все как мне кажется очень подробно надеюсь мое видео вам в чем-то поможет вот сейчас покажу вам поближе впереди горловинка завязочки рукава в принципе эта рубашка в русском стиле в народном стиле из тесьмой с православным орнаментом ну что дорогие мои на этом наше видео окончено смотрите наше видео подписывайтесь на канал делитесь нашими видео с друзьями пишите комментарии до скорых встреч на канале мир вкуса